Итак, ребята, всем привет, всем большой привет. Продолжим с вами тему Hackintosh. То есть вот перед нами компьютер. Здесь процессор 11-го поколения. Это Intel Core i5-11400. Видеокарта Radeon RX 580. 16 гигабайт оперативной памяти Kingston Fury. Вы про этот компьютер уже знаете. В этом ролике посмотрим, как в целом работает система. Я расскажу свои впечатления после 4-го поколения, после Haswell. А в дальнейшем с вами разберем загрузчик, настройку, оптимизацию. Расскажу, с чем пришлось столкнуться и заморочиться. Забегая вперед, скажу, что это не сложно. Это вообще не сложно. 11-е, 12-е, 13-е, я не знаю, 14-е поколение Intel. Ничего сложного нет, но вам нужна видеокарта Radeon. То есть это RX 580, RX 6600 XT и подобное. Значит, как в целом работает система? Вы знаете, намного быстрее, чем на Haswell. Я помню, как я прожил с Haswell все это время. Вы знаете эту историю. Большинство роликов снято на процессоре Core i3-4160. Вообще, весь Hackintosh и весь канал начинался с этого компьютера. В этом году будет 5 лет, как мы на YouTube. Вот, почти 5 лет каналу. И 5 лет назад, будем говорить, начинался канал вот именно с этого. Что могу сказать? Что работает, что нет? Wi-Fi, Bluetooth работает, то есть все определяется. Вот у нас Bluetooth, вот у нас Wi-Fi. То есть все в порядке, весь, все. Звук рабочий, AirPlay также работает. Звук с MacBook, то есть тоже все. В данный момент звук я пишу на MacBook, а картинку на компьютере. То есть Wi-Fi, Bluetooth, звук. А, что у нас еще? Давайте посмотрим. Зайдем в отчеты системе. Камера. Камера у нас тоже работает. Старенькая камера. Также я могу использовать камеру iPhone. То есть благодаря тому, что у меня работают все USB порты. И работает в целом Bluetooth Wi-Fi, а не нативные. С AliExpress. Ролик есть на канале. Поищите, посмотрите. Fenway T919. Далее USB порты работают абсолютно все. Спидстеп процессора работает. То есть вот, если мы посмотрим, где это был. А, все, сейчас. Так, вот. То есть процессор холодный. Спидстеп работает. То есть все в порядок. Полный порядок. Столкнуться пришлось с такой проблемой, что проводная ланка. Она, кстати, тоже работает, но резала скорость. То есть скорость была ниже, чем заявлено провайдером. Но я это пофиксил. Я это пофиксил. И в следующем видео я расскажу, как я это сделал. То есть мой старый монитор. По отклику система довольно-таки работает неплохо. На этом компьютере началось все с macOS Catalina. Потом я обновлял до macOS Monterey. Смотрел, как работает. Потом я обновился до Ventura. С Monterey до Ventura. Мы рассмотрим OpenCore в следующем ролике. Мы рассмотрим обновление OpenCore. Потому что после сборки и настройки OpenCore 0.9.0 я еще ничего не обновлял по OpenCore. То есть оно все вот. Доступен OpenCore 0.9.1. Вот мы в следующем ролике с вами рассмотрим данные OpenCore. Обновление будет производиться для 11-го поколения. Проводных лан контроллера здесь два. Оба они работают. То есть я могу подключиться как к этому, так и к этому. Вот это у нас более скоростной. А это обычный. То есть в целом все работает. Система обновляется. К слову скажу, что вышла Ventura 13.3.1. Исправлен бак с разблокировкой по часам Apple Watch. То есть тут есть такая функция. По поводу 13.3.1. Мы еще посмотрим на нее на MacBook. Я на MacBook еще не обновлял. Также вышла у нас iOS 16.4.1. iPadOS 16.4.1. Поправили проблему с погодой. Приложением погода. Она не трекалась в геопозиции. Все исправили. Также исправили эмоди. И в целом поправили уязвимости и баги. Лайк, подписка, комментарий. Подписываемся на наше Discord сообщество. Увидимся в новых роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok